Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и сегодня я снова нахожусь в деревне жителя номер 13 и сегодня у нас, наверное, один из самых интересных и необычных роликов на моём канале. Но пока что, ребята, я вам буду рассказать суть сегодняшнего ролика, так сказать, я должен сбегать, конечно же, на свою деревенскую работу. В общем-то, если вдруг кто не знает, на моём канале радужный алмаз фигурировал несколько раз, ребята, и постоянно не в самом лучшем ключе. Но сегодня, ребята, я узнал, что, оказывается, жители каким-то, ну, самое главное, легальным образом решили прикупить себе эти самые алмазы, ребята, и сегодня я, наверное, поведаю вам все возможные способы добыть этот самый радужный алмаз. Если вдруг кто не в курсе, ребята, то это достаточно редкий элемент игры, найти его можно не на каждой версии Майнкрафта и, в принципе, можно вообще не найти, ребята. Я несколько раз его, опять же, повторюсь, встречал, и сегодня жители, как оказалось, его даже где-то прячут в моей деревне жителей. Даже не один, ребята, а несколько десятков. Также, как оказалось, ребята, в нашей деревне, точнее, около неё есть торговец с этими самыми радужными алмазами, и я очень сильно и очень долго, ребята, не вникал в эту всю, так сказать, ну, не то чтобы проблему, а вообще в эту всю тему радужных алмазов. И сегодня я хочу, знаете, одним разом поставить точку в конце этой всей так называемой истории, ребята, и разобраться. Во-первых, во-первых, что я могу сказать, ребята, что алмазы я хочу всё-таки найти, потому что от них постоянно одни проблемы. Я хочу найти все возможные алмазы, ребята, которые есть в моей деревне, вот прям все, все, которые есть, и просто всё это напросто сжечь. Поэтому давайте, ребята, я сейчас быстренько занесу это всё дело на склад, и, о, ребята, вот это я понимаю, вот это уже хорошее начало дня. Да, житель, да, я забираю эти алмазы, потому что от них одни проблемы. Сотню раз, ребята, я встречал эти алмазы на своём канале, и постоянно, постоянно то какие-то люди за ними приезжают, то какие-то проблемы из-за них начинаются. И мне это совершенно, ребята, не нужно, потому что я от них уже, так знаете, отошёл, отдохнул, ребята, и, ну, как бы, я думаю, вы понимаете, ещё один алмаз, боже. Просто, как бы, я попросил жителей, чтобы максимальное количество они выбросили, ребята, и они сказали, что, мол, типа, у нас у некоторых осталось, мы это всё положим, хочешь, приходи сам забирай, мы этим заниматься не будем. Я сказал, окей, хорошо, как скажете, замечательно, прекрасно, и я, ребята, это всё дело, в принципе, вместе с вами сегодня утилизирую. Но, опять же, мне нужно найти торговца, вроде как они сказали, что он где-то возле деревни, там, что-то в лесу шастает, просто если у него действительно можно что-то купить, ребята, так сказать, на последние кровные радужные алмазики, я бы, на самом деле, их просто прекрасно потратил, ребята, и показал вам это всё дело. Так, что у нас здесь? Я уверен, что где-то здесь тоже есть, и, в принципе, о, о, отлично, ребята, это было слишком просто. Ну, потому что, опять же, жители со мной максимально честны, и именно поэтому, как бы, у нас вот такие вот хорошие доброжелательные отношения, и всё, мы находимся с вами максимально быстро. Вроде как, по домам я собрал всё, ребята, теперь мне нужно заглянуть ещё в шахту, и вот, ребята, начинается то самое. Я вам сейчас расскажу в двух словах, как же быстро и как, ну, максимально точно найти алмазы на, в принципе, практически любой версии Майнкрафта, опять же, если она у вас слегка модифицированная. Во-первых, ребята, их можно поискать у жителей, они частенько, как вы видите, ими там, как бы, ну, приторговывают между собой, что-то обменивают, во-вторых, они очень часто спавнятся в шахтах, очень часто, ребята. И в основном, в основном, это, конечно, глубина, но, как бы, на вот такой вот обычной высоте они тоже спавнятся. Я думаю, что мы сейчас с вами это быстренько, в принципе, всё это дело найдём, и параллельно с этим немножечко добудем новые руды для нашей деревни-жителей. Я не уверен... Ребята, я не знаю, как будто бы меня тянет куда-то, мне в комментариях постоянно пишут, что я очень удачливый во всём побеждаю, но, как бы, ребят, это, это реально, это, это не я. Я просто рандомно абсолютно копаю, и, ну, это правда не я, то есть я здесь, я здесь ни при чём, я здесь ни при чём, абсолютно. Так, я давайте попробую найти ещё один алмаз, но я не уверен, что я его теперь так найду очень быстро, потому что, ну, как бы, везение, ребята, конечно, у меня присутствует, и, знаете, такое, на самом деле, немалое, но это будет уже просто невзение, это уже читерство какое-то будет, если я сейчас разом начну просто хлопать эти алмазы один за одним. Конечно, шахта у нас, ребята, немножечко отреспавнилась, я думаю, вы это понимаете, вы это видите, потому что у нас тут очень много новых руд, ребята, и так далее, и тому подобное. Именно по этой причине я, может быть, так быстренько и нашёл. Ну, здесь, в принципе, я ничего найти не могу, но я уверен, ребята, что здесь что-то ещё есть. Я бы с большим удовольствием включил X-Ray, который раньше у нас стоял на сборке, но мы его просто убрали, ребята, потому что постоянно вот это путаешься, мешаешь... О, господи, 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 какая-то яма огромная, очень сильно мешает, поэтому мы его, в принципе, убрали, и X-Ray я, к сожалению, включить сейчас не смогу. Никаких дополнительных компасов у меня нет. Ну, в принципе, ребята, найти ничего сложного нет, просто копайте абсолютно всю руду, которую у вас есть, ну и также, ребята, на высоте обычных алмазов, то есть в основном это 11-ая, мне писали об этом в комментариях под одним из роликов, там 11-ая-13-ая высота, там их тоже можно, в принципе, найти. Итак, я, кстати, за вот этот мини-заход добыл 14 угля и 20 железа. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу просто до конца, ребята, знаете, просто добить полстака железа для того, чтобы просто банально мэру сделать, так сказать, приятненькое. Как бы, знаете, он зайдёт на склад, увидит там обычные плоды, которые я, в принципе, добываю каждый день практически, ну не практически, действительно, каждый день в деревне, и увидит ещё дополнительный, дополнительный, не то чтобы стак, полстака железа. Мне кажется, что это прекрасно, тем более ещё 14 угля, знаете, такие красивые суммы, было бы 16 угля, было бы ещё лучше. Всё, побежали, чтобы ничего не затягивать, быстренько это дело отношу, ребята, и пойду попробую найти того самого торговца, о котором мне так долго рассказывали жители. Так, отлично, забегаю сюда, выкладываю всё ненужное, замечательно, мотыгу сюда же, кирку сюда же, алмазы сюда я выкладывать не собираюсь, они мне ещё сегодня пригодятся. Погнали, 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 где-то в лесу, на какой-то там опушке, стоит этот самый торговец, и давайте сейчас быстренько попробуем его найти. В принципе, почему бы и нет, здесь никого нету, ладно, это было бы слишком легко, если бы я его так быстро нашёл. Может быть, в принципе, в какой-то той стороне, хотя... Ааа, подождите, вот он, видимо, вот он, вот он, вот он, здорово, здорово, дружочек, привитули. Так, и чё у него тут есть? Ну, ага, посмотрите, то есть у него как бы можно эти самые радужные алмазы обменять достаточно, ну, я бы не сказал, что это очень выгодный курс, потому что, как вы понимаете, ребята, с того времени, как ролики начали выходить на моём канале, радужный алмаз очень сильно обесценился, в принципе, так, в курсе своём. Но единственное, что меня здесь радует, ребята, здесь есть какие-то необычные топоры и необычные кирки. Но, как бы, вот это мы всё с вами видели уже и не раз, это вообще нет смысла покупать, ребята, и поскольку у меня только 4 радужных алмаза было, я купил себе вот такой вот необычный, какой-то ультимейт рубиновый топор и ультимейт рубиновую кирку. Топор, в принципе, можно проверить прямо сейчас, и он, знаете, на самом деле самый-самый обыкновенный. Рубит, конечно, он быстрее обычного, знаете, как алмазный топор, наверное, на эффективность 2, то и 3, но сказать, что это стоит целых 2 даже, я хотел сказать 1, но нет, целых 2 радужных алмаза, я бы не сказал. Это обычный хороший топор, но тратить на это 2 радужных алмаза, ребята, нет. Проще у какого-то жителя в городе или даже в какой-либо деревне, у какого-нибудь хорошего кузнеца сторговать хорошенький топор, ребята, на эффективность за какие-нибудь 3-4 изумруда, будет гораздо дешевле. А тратить, ребята, такой редкий эмиральд, точнее, я хотел сказать, ребята, не то, я не имел в виду эмиральд, я хотел сказать, не важно, что я хотел сказать. Я думаю, что вы понимаете, ребята, что тратить это было бы очень-очень глупо. А кирка, ну, блин, это очень грустно, это самые обыкновенные и самые обычные кирки, знаете, что в каждый раз, ребята, когда я прикасаюсь к этим радужным алмазам, здесь постоянно какая-то самая настоящая афера, то есть иногда меня обманывали, ребята, на этот самый радужный алмаз, теперь меня обманули на их как бы трату. Потому что ничего крутого вот эти вот кирки, ребята, вообще не приносят. Кирки, топоры, они самые обыкновенные, просто чуть-чуть очень быстрые, ребята. Вот что я могу сказать, абсолютно ничего интересного. Обыкновенная, самая обыкновенная кирка на эффективность 2, эффективность 3. В принципе, она такая же по своим свойствам, ребята, как и тот самый топор, который я вам ранее показывал. Я просто параллельно вернулся, ребята, хочу найти, может быть, здесь еще какую-нибудь радужную руду, но я просто копаюсь и ничего абсолютно найти здесь к большому-большому сожалению не могу. Но опять же, ребята, зато не зря пришел и кирку протестировал, так сказать, и опять же, мэру приятное, ребята, сделал, потому что я добыл все самое необходимое для, ну, как бы, того, что нужно нашей деревне. Я еще и угля добыл. Давайте я теперь, вот теперь угля, ребята, нужно добить до красивой, так сказать, циферки. Так, отлично. И давайте еще двушечку добьем для того, чтобы просто была красивая штучка в сундуке. Думаю, ребята, всем же приятно смотреть на красивые числа, которые, блин, тут еще дождь пошел, которые есть там в сундуке или в инвентаре. Нужно максимально быстро, ребята, перебежать, перебежать вот в то хранилище на наш склад. Оставить все, ребята, не нужно. Вот этот вот топор, вот этот вот кирку, я все это оставляю, ребята, на благо деревни жителей номер 13. Пускай жители это разбирают себе, потому что, как бы, за их изумруды это было куплено. Жители тут прячутся от дождя. И, в принципе, ребята, мне это все больше не нужно. Я быстренько сейчас, давайте, перебегу домой и уже там закончу ролик, ребята. А пока я бегу домой, вы можете быстренько подписаться на канал. В принципе, почему бы и нет, поставить лайк, ребята, мне кажется, что это очень важно. И обязательно так-так-так-так-так, закрываю дверь. Фух, е-мой, успел. Обязательно, ребята, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на моем канале. Потому что, знаете, иногда вот выходит два ролика, иногда, может, даже будет три выходить. А вы не будете знать, ребята, потому что у вас не включены уведомления для моего канала. Поэтому обязательно еще раз вас попрошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok